Спасибо. Добрый день, коллеги. Меня слышно, видно. Я хочу вас сразу попросить, если у вас будут возникать вопросы, у нас кнопочка вверху есть. Вопросы мне в чат писать, а в вопрос. Так мне удобнее будет отвечать. Будьте добры туда тогда вопросы писать. И сегодняшняя тема – это развитие самостоятельности, инициативности и активности детей дошкольного возраста. Я, наверное, поделюсь сегодня своим опытом работы на протяжении нескольких лет, когда, являясь руководителем детского сада, мы погрузились в этот вопрос. И, наверное, больше представлю как системный деятельностный подход к развитию активности, самостоятельности, инициативности в рамках одного дошкольного учреждения. И начать, наверное, наш разговор хочу с наблюдения, которое наверняка вы замечали, как общаются современные подростки. Большинство из них встречаются друг с другом, находятся вроде как рядом, сидят, да, и если мы приглядимся, то, по сути, они находятся физически рядом, но в телефонах, и стоит полнейшая тишина. То есть у них происходит виртуальное общение. Современные технологии захватывают нашу жизнь, заменяя живое общение виртуальным. И мы видим, что лучший друг для нашего современного ребенка порою является телефон, планшет, планшет. А любимое занятие – это просмотр мультфильмов, компьютерные игры. Дети, конечно, стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь общение – это основная потребность ребенка. Еще Майя Ивановна Лисина подчеркивала, что благодаря личному общению ребенок познает мир. А когда ребенок познает мир, то он становится активным. Активность закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Поэтому, когда мы видим у ребенка гаджет, нам на мгновение может показаться, что вот она, активность, самостоятельность. Ведь он без затруднений управляет им. Но если обозначить все-таки границы понятия, то сам самостоятельный – это все-таки не значит один. И погрузившись в свой гаджет, есть опасность того, что ребенок не совсем будет владеть коммуникативными навыками и научиться живому общению. Конечно, для поколения Z новые технологии – это очень хорошо и совсем неплохо, если ребенок будет разбираться в новых электронных устройствах. Но, конечно, все должно быть в меру. И сегодня, в принципе, сформирован социальный заказ государства. Педагогу стоит задача побудить детей к инициативности и самостоятельности. Но каким же образом это сделать? Мы знаем, чтобы добиться успеха в современном мире, опять же, во главу угла стоит наше общение. И мы составим цепочку. Если ребенок умеет общаться, ему легко быть убедительным. Если ребенок убедителен, значит, он уверен в себе. Быть уверенным означает быть готовым к принятию решений. А готовность к принятию решений в ситуации выбора ведет, конечно, к успешной деятельности. Огромная роль в этом процессе отводится именно взрослым, педагогам, родителям, кто находится рядом с ребенком. Мысли, поступки, привычки – все это, безусловно, формируется через деятельность, которую направляем мы с вами, взрослые. Так что же такое самостоятельность? Ну, это прежде всего обобщенное свойство личности, которое проявляется в инициативности, адекватной самооценке, чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение. Если рассмотреть, как проходит процесс формирования самостоятельности, то можно разделить его на несколько этапов. Это инициативность, целеустремленность, самоорганизация и самоконтроль. Сначала формирование самостоятельности действий ребенка примитивно. Положить мячик в корзинку, поднять игрушку. Ребенок будет выполнять эти действия бесцельно. Но когда появится цель, и он сможет сказать, зачем он это делает, вот тогда и появляются задатки самостоятельности. А как только ребенок поймет цель своих действий, появится инициативность. Потому что проявление инициативы, это как раз и является показателем самостоятельности. А помощь со стороны взрослых ведет к целеустремленности ребенка. Это еще одна составляющая, которая направляет деятельность ребенка на получение результата. При этом развивается усидчивость, настойчивость, организованность. Особенно значима поддержка инициативы со стороны родителей и педагогов, когда, например, действия могут быть небезопасны для ребенка. И здесь важно нам, взрослым, не отмахнуться, а помочь и преодолеть те препятствия, с которыми столкнулся ребенок, помочь ему добиться поставленной цели. Самоорганизация и самоконтроль – это еще одно звено в цепочке формирования самостоятельности. Педагогам и родителям при помощи организации среды, конечно, необходимо распознавать возрастные проявления самостоятельности, знать их, я бы так сказала, поскольку готовность к ней выражается у детей по-разному. Самостоятельность – очень сложный процесс. Это не только умение выполнять какие-либо действия без помощи взрослых, но и в большей степени умение ставить и реализовывать цели. Итак, заказ государства есть. Проблема самостоятельности и инициативности необходимо решать в рамках дошкольного учреждения. И мы задумались, как создать условия с учетом интересов детей для развития самостоятельности. Каким образом нам это обеспечить? Поэтому, чтобы перейти из фактического состояния на качественно новый уровень, мы разработали и утвердили программу развития детского сада, определив для себя исходное состояние и образ желаемого будущего детского сада. То есть мы его себе визуализировали сначала в рабочей группе, потом перенесли на бумагу, как будет выглядеть наш будущий детский сад. Вообще хочу сказать, что программа развития выступила для нас в качестве перспективного плана. Он был документом, который лежал на протяжении всего периода реализации на рабочем столе. То есть программа была рабочая. И содержание программы опиралось на наш актуальный уровень развития, на потенциальные возможности коллектива, руководства и, конечно, ожидания родителей. Поэтому мы для себя определили концептуальную основу образа будущего детского сада как детский сад – центр социализации дошкольника. Миссию вы видите на экране. Первую задачу, которую мы перед собой поставили, прежде всего, конечно, эта задача была направлена на образовательную работу с детьми. На обновление, я бы сказала, содержания образовательного процесса. В соответствии сначала с федеральным государственным стандартом, а теперь уже плюс еще федеральной образовательной программы. Использование различных форм организации образовательного процесса. И вторая задача – вот кто будет реализовывать это все? Конечно, наши педагоги, потому что непосредственно они взаимодействуют с детьми. И отсюда у нас появилась вторая задача – на совершенствование механизмов вовлечения педагогических кадров в инновационную деятельность детского сада. Мы создали рабочие группы. Одна группа у нас, контент-профи, занималась разработкой развивающей предметно-пространственной среды в группах и на территории детского сада. Мы создали пед-офис по разработке эффективных нетрадиционных форм, обновили систему методического сопровождения инновационной деятельности, в детском саду. И, конечно, пересмотрели, внедрили систему мотивации педагогов по использованию именно передовых технологий в работе с детьми. Как результат своей работы мы увидели, что наш детский сад, центр социализации дошкольника, конкурентно способный, инновационный, с развивающим пространством активной деятельности, который обеспечивает для детей свобода в выборе деятельности и партнеров по общению, свободный доступ к материалам, оборудованию, игрушкам, возможность самостоятельно изменить пространство по своему замыслу. Для педагогов мы видели результат, что педагоги наши будут использовать новые подходы к детско-взрослому общению, игровые технологии новые, направленные на формирование у детей способности работать в команде. Педагогическая провокация должна быть активно использована педагогами для того, чтобы побудить детей к активности. А для родителей мы видели, что это дети, которые с желанием каждое утро приходят в детский сад, и возможность в глазах родителей, наверное, чтобы у родителей появился иной взгляд на наши возможности и образовательный потенциал детского сада. Подробно разработанная дорожная карта по реализации программы развития позволила нам визуализировать и систематизировать статус выполнения поставленных задач. Хочу сказать, что в программе развития очень подробно было прописан каждый год и по каждому направлению. Ну, например, одно из направлений организационно-методическое под каждую из задач, работа с родителями, работа с педагогическими кадрами. То есть вот это подробное прописывание, подробное мероприятие, то, что мы хотим, позволило нам, в принципе, достичь поставленной цели. И тем самым мы могли отслеживать статус выполнения поставленных задач. И, используя этот инструмент, в принципе, мы руководили процессом, а не он нами. И вы все прекрасно знаете, что управленческие механизмы реализации включают в себя создание условий. Буквально несколько слов. Потому что без условий реализовать будет очень сложно, проблематично. Первое условие, конечно, это кадровый ресурс. Потому что от кадров и их компетенции будет зависеть много. Именно педагоги обеспечивают развитие детей. Поэтому был сформирован полный штат педагогов, позволяющий реализовать не только основную образовательную программу, но и приоритетное направление работы. Мы также... Аттестация позволяла нам стимулировать профессиональный рост педагогов, повысить эффективность и качество. И у нас было такое правило, нет остановок в работе. То есть, если раньше аттестация была раз в пять лет, сейчас мы знаем, что изменились требования к аттестации, но тем не менее наше правило сохранилось. То есть, мы его придерживаемся. Да, есть аттестация, но мы продолжаем работать. И каждый педагог для себя прописывал план на год, в чем он будет... Что он будет изучать, скажем так. И каким обменом опытом на профессиональных площадках он будет обмениваться. Что ему интересно, в каком направлении ему дальше двигаться. Второе условие – это материально-технические ресурсы. О образовательных кампусах сейчас расскажу. Хочу остановиться на консультпункте. Нам... У нас на территории детского сада работает консультпункт «Планета доверия». И что это такое? Любой родитель в течение года может обратиться либо через онлайн, либо прийти в дистанционном формате на консультацию. Которую проводят педагоги, вернее, психологи, логопеды, логопеды-дефектологи по воспитанию ребенка. Все, что им интересно, то есть там они могут найти ответ. Это совершенно бесплатно. И что радует, что обращаться родитель может на протяжении всего года энное количество... Ну, то есть сколько ему потребуется, столько может обращаться. И это позиционировало нас, конечно, сыграло нам в плюс еще в том, что детский сад – центр социализации. Это сблизило нас с родителями, конечно. Вот. Поэтому это был одним из ресурсов для реализации программы. Чтобы двигаться к поставленной цели, мы поняли, что, конечно, нужно менять пространство. Поэтому для себя решили оборудовать специальные помещения в виде... для различных видов деятельности. Мы назвали их образовательными кампусами. Вот вы сейчас видите кампус «Игротека». Это развивающее познавательное пространство игры. То есть здесь собрано большое количество игр. Есть интерактивный стол, мультстудия, игры в Аскобовиче, игровые лаборатории, робототехнические наборы, различные виды конструкторов. То есть дети сюда могут прийти за пределы своей группы, да, расширить пространство для своей самореализации, что они хотят. И поиграть в этой игротеке. Второй образовательный кампус был библиотека у нас с большим количеством литературы. Также у нас дети показывают здесь и диафильмы, и большая картотека, диафильмы самостоятельно. Выясняется, какая группа через акцию самочитающая. Также проходят различные проекты с семьями, и тоже библиотека в открытом доступе. То есть семьи наших воспитанников, обучающихся, тоже могут воспользоваться этой библиотекой. Образовательный кампус фитнес. Ну, это территория физкультуры и спорта. Образовательный кампус диалог – это территория психологического здоровья, территория педагога-психолога. Очень большой материал сенсорный собран для малышей. Дары Фрёбеля полный комплект, оснащён данный кабинет. Плюс здесь игры в Искобовиче в виде фиолетового леса. И доп. услуга здесь ещё оказывается по методике кубики Зайцева. Образовательный кампус музык-холл – это территория пространства музыки и танца. И любимое пространство для детей – это территория творчества и фантазии с разнообразными материалами. В основу мы заложили… И тут есть и природный материал, и ткани, как вы видите. Дети приходят, воплощают все свои желания, делают различные макеты, поделки. Каждый кампус имеет свою эмблему. Мы переделали навигацию в детском саду полностью. И четвёртое условие… А, таким образом, вот наши образовательные кампусы, территория детского сада, мы позволили нам рассмотреть как часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания, развития личности ребёнка. Четвёртым условием являлось… Ну, это вот кадры как раз из кампусов. У нас в кампусе «Музык-холл» проходит также ежегодный театр «Кроха». И детям очень это нравится. Для детей ясельного возраста с интерактивными такими приёмами приглашаются также родители. И за каждым кампусом закреплены педагоги, и они отвечают за кампус и за его развитие и выдвигают идеи по его оснащению. Следующий ресурс – это организационно-методический. Методическая работа в детском саду является одной из составляющих управленческой деятельности. Мы её организовываем в двух плоскостях. Первая – по отношению к конкретному педагогу, где главная задача – это формирование индивидуальной высокоэффективной системы педагогической деятельности воспитателя конкретного. И второе – это ко всему педагогическому коллективу решение задачи формирования команды единомышленников. Высокий уровень сплочённости, единства, совместной заинтересованности в достижении поставленных целей позволяет обеспечить высокоэффективную совместную деятельность. Еженедельно проводится совещание. Это необходимое из условий, потому что должна быть обратная связь, текущее состояние дел, то, как распределяются ресурсы, нужны ли корректировки, тем ли путём мы идём. И в своей управленческой работе мы придерживаемся правила. Всегда вперёд, после каждого совершённого шага готовится к следующему – думать о том, что ещё предстоит нам сделать. Вот чтобы создать условия для успешной социализации дошкольника, конечно, невозможно без пространства для детской реализации. Мы его так назвали, да. Это пространство мы рассматриваем как пространство, где взрослый следует за ребёнком и помогает ему. Мы рассматриваем взрослого педагога, который рядом с ребёнком, как помощника, ассистента, друга, наставник он может быть, то есть в различных ролях. И как результат этого взаимодействия в пространстве детской реализации создаётся новый продукт. И чтобы сделать современную предметно-пространственную среду, развивающую именно с учётом развития детской самостоятельности, инициативности, нужно вспомнить основные потребности дошкольника. Это потребность в движении, в общении и в познании. А значит, если мы учитываем эти потребности, то тогда мы должны понимать, чтобы у ребёнка была потребность удовлетворить самостоятельный выбор с кем, как, где и во что ему поиграть. Да, мы определили цель, образ детского сада, определили, поставили задачи, но без включения педагогического коллектива это было бы невозможно. И одна из первостепенных задач, которая стояла передо мной, как руководителем, это обеспечение готовности педагогов к реализации данного направления. В начале нашего пути, я хочу сказать честно, мы столкнулись с сопротивлением педагогов в виде того, когда они мне говорили, Ольга Николаевна, дети играют, занятия проводим, дети отвечают, они же всё усваивают, материал. Вообще у нас всё замечательно и хорошо. Зачем нам что-то менять? И мы, как администрация, я понимала, что из такой позиции двигаться дальше невозможно. Во-первых, воспитателю необходимо осознать значимость и ценность индивидуального подхода на основе потребностей каждого ребёнка. И во-вторых, обладать необходимыми для этого компетенциями. И в помощь нам пришли вот такие встречи, мастермайн-встречи. Это профессиональный разговор по проблемам внедрения новых практик, технологий, знаний, получения опыта других, как они справляются с аналогичными ситуациями. Куратором здесь был методист, заведующий создавал условия для оказания взаимовыручки и поддержки. И данный формат объединил коллектив и позволил развивать его. Хочу сказать, что вот эти мастермайн-встречи, одно дело, когда методист даёт инновационную технологию, объясняет, как с этим работать. Или, например, идёт апробация нашего дидактического пособия, детский органайзер, сейчас с ним я вас тоже познакомлю. И один педагог сидит и говорит, да, у меня дети вот ответили, и детям это нравится, у меня есть реакция, да, то есть у меня есть продвижение. И рядом сидит педагог, который говорит, у меня ничего не получается. И вот эти мастермайн-встречи, они цены были тем, что педагоги между собой могли поделиться. Это очень ценно, когда, скажем, твой товарищ по соседней группе поделится своим опытом работы. Не извне где-то, а именно внутри. И педагоги больше даже к этому присматривались, приглядывались и брали в работу. Поэтому очень интересный формат был. И мы поняли, что раз идут такие встречи, и РППС нашу надо тоже изменить, и мы одну из встреч провели проблемно-ориентированный анализ нашей среды и выявили противоречия. Поэтому образовательная среда – это пространство, которое стимулирует и направляет познавательную активность, обеспечивая возможность использовать свои способности. С одной стороны. А с другой стороны мы видим, что у нас оснащение игровых центров носит выставочный характер, нет детской руки, статичность образовательной среды присутствует. Если и есть продукты совместной детской деятельности в среде, то их мало. Дети не принимают участие в проектировании образовательной среды с учетом своих интересов. И возникли трудности у педагогов в проектировании, конечно, этой среды. Поэтому как же разрешить это противоречие? Были поставлены задачи методической службе, прежде всего, изменить подходы к планированию образовательного пространства путем внедрения дидактического пособия «Детский органайзер» с целью создания условий, которые способствовали бы развитию самостоятельности. Также внедрить новый формат по сопровождению самопрезентации обучающихся, который направлен на создание пространства, развивающего в группе. И двигаясь к поставленной цели, мы поняли, что без нового планирования это, в принципе, невозможно. Для того, чтобы образовательная программа отличала практик ориентированности, она должна отвечать современным механизмам реализации. Что мы сделали? Мы пересмотрели планирование образовательного процесса, ушли от узких тем в пользу событийности образовательного процесса и выбора детей. Например, в плане стоит тема одежда, а дети хотят поговорить о профессии модельера, дизайнера одежды. Как же быть? Нам надо и программу пройти, и поддержать детскую инициативу. Мы взяли расширенную тему в мире одежды. Таким образом, тема стала для нас рабочим инструментом. При этом мы поддерживаем детскую инициативу и ознакомим детей действительно и с одеждой. Поэтому было пересмотрено вот это планирование. Мы начали его для детей старшего дошкольного возраста со старшей группы. Оно очень подробное. Я сейчас расскажу, что туда включено в это планирование. Хочу сказать, что мы не забыли и про родителей. То есть, видите, в планировании уголки, но это еще не полностью, я вам сейчас дальше покажу. В планировании мы также включили взаимодействие с родителями, про них, чтобы они были также активными участниками нашего образовательного процесса. Активно пользовалась детьми живая почта, формулирование вопросов к родителям и онлайн, и дистанционно. И вызвало у детей интерес введение карты успеха, саморефлексия по собственной продуктивной деятельности. Что удалось, что не удалось. Детям это очень нравится. Что есть в планировании? Прежде всего, мы включили педагогические провокации. Они стимулируют деятельность, активность детей к познанию. Когда появляется педагогическая провокация, то есть в планировании она прописана. Там есть несколько вариантов педагогических провокаций. И педагог может под тему подобрать, может вообще взять свою провокацию. Первоначально им было сложно, и они брали именно из планирования. А потом уже могут включать и собственные. Ну, например, что это такое? То есть в группе в понедельник, в круге друзей, его еще называют утренний круг, у нас называется круг друзей, когда идет приветствие детей после выходного дня, дети определяют, что нового появилось в группе. Это может быть любой предмет, любая вещь, то, что было и теперь не было, а теперь стало. И вот, например, этот олень. И у детей возникает, естественно, вопрос. Мы будем что, про оленя изучать, где он живет или что? Или это про заповедник Самарской Луки? Или это вообще северный олень? То есть таким образом мы стимулируем детей к новым знаниям. И, естественно, в соответствии с той темой, которая заявлена, педагогическая провокация появляется, и плюс педагог предварительно уже подготовил все уголки в группе под эту тему, да, то есть наполнение в соответствии с этой темой. Второе, что мы прописали в нашем планировании, это говорящие стены. Да, они все пользуются сейчас, потому что говорящие стены – это динамичный зрительный образ, это мощная визуальная поддержка, которая помогает усваивать информацию и материалы. Но мы поделили условно на следующие зоны говорящие стены. Первая стена – это информационная часть. Чаще она статична, здесь располагается информация для запоминания детям. То есть это цифры, алфавит, месяцы, года. То есть она может находиться там полгода, не меняться, либо год там, ну, смотри, если дети усвоили. Вторая часть стены – это развивающая часть. Как раз она спроектирована согласно нашему планированию. Ребятам предлагаются различные задания по всем образовательным областям. Здесь также располагается содержание проектной и опытной деятельности. То есть все, что в течение недели ребята выполняют, все это находит отражение именно в развивающей среде, в развивающей части среды, говорящей стены. И третья часть – это презентационная часть, когда ребята размещают продукты детской деятельности. То есть то, что у них получилось со своими семьями. Если у них там была модель трех вопросов, на все ли вопросы они получили ответ. Обычно она заполняется уже вот именно в конце недели полностью. И хочу сказать, что мы поняли, что есть дети, которые быстро проходят, выполняют все задания, кроссворды, игры дидактические. И педагоги разработали маркеры на стены. То есть, например, если в группе кораблик маркер «Маяк», если появляется маяк, значит, рядом с маяком есть новое задание для детей. Таким образом, мы привлекаем внимание детей, что здесь можно что-то для вас есть интересное. Таким образом, каждая часть стены, она не просто работает, присутствует, она именно работает и позволяет детям усваивать этот опыт. Вот видите, киты у них особенно, у нас была тема, видимо, у них в подготовительной группе. И полностью вот вся информация о китах они заполняли всю неделю данный коллаж. И с чем мы еще столкнулись? Когда приходит новый сотрудник или молодой специалист, все стены в группах говорящие, разобраться во всем этом многообразии, как вообще, какой алгоритм, какая система заполнения этих стен привело нас к тому, что мы создали в этом году весной шпаргалку «Говорящие стены». Семь шагов осмысленного наполнения говорящих стен. И имея такую шпаргалку, педагог не забудет вот эту последовательность, напоминалка о том, как работать с развивающей средой. Также у нас в нашем планировании включен дискуссионный клуб. Он планируется один раз в месяц, где дети общаются с детьми, со взрослыми. Дискуссионный клуб чаще всего проходит в игротеке. Там позволяет пространство, мебель на колесах, можно все менять. Пространство постоянно может быть разным. Поэтому дискуссии они могут и там проводить, либо в группе. Приглашаются и родители, смотря какая тема. Там они учатся выступать перед публикой, отстаивать свою точку зрения, договариваться, делегировать полномочия, принимать помощь, принимать чужую точку зрения, быть внимательным и наблюдательным. Также хочу сказать, что посещение образовательных кампусов тоже отражено в планировании. И то, что есть в кампусе под данную тему, тоже прописано в планировании. И, конечно, в планировании есть проблемный вопрос, который ребята будут искать в течение этой недели. Также хочу сказать, что в планировании еще отражена интерактивная, наглядная и вот как раз стена азбука общения, про которую я сейчас буду говорить. Видите, образовательный кампус. Что там есть в образовательном кампусе? И проблемный вопрос. Истина азбука общения – это вот одно из последних, что мы включили в планирование. Он разработан с целью реализации информационного сопровождения процесса воспитания. Например, мероприятие идет, да, наш любимый детский сад, заложенный в сентябре месяце в программе воспитания, в модуле «Добрые традиции». И в календаре в нашем планировании они дополняют друг друга, то есть способствуют решению общих задач, расширение и обогащение у детей представления о детском садике, воспитание и уважение к труду сотрудников детского сада. Как работает? Когда начинается месяц, на азбуке воспитания выкладывается календарь событий, которые в месяц 18 сентября – это Всемирный день чистоты, 21 сентября – Всемирный день благодарности, 26 сентября – День дошкольного работника. Также на стене располагаются объемные буквы. Например, буква «Б» – это благодарность. Какими словами человек может выразить слова благодарности? Буква «П» – это профессии, которые есть в детском саду. И на протяжении месяца, благодаря доступному расположению, дети, родители, сотрудники еженедельно принимают активное участие в его заполнении. Тем самым активно делятся своими знаниями, успехами, знакомятся с информацией, которую разместили другие дети, дополняют ее. Очень часто можно было видеть, когда родитель, забирая ребенка, останавливается, обсуждает, ребенок показывает, задает вопросы. Это очень ценно. Это сближает родителей и детский сад. В основе нашего планирования… Почему вообще мы пришли к этому планированию? Потому что появилось дидактическое пособие, которое мы являемся авторами. И в понедельник, когда ребята увидели вот эту педагогическую провокацию на стене выбора, они определяют сами для себя, каким видом деятельности они будут заниматься в течение недели. Например, в понедельник они там пойдут в библиотеку, узнают там и писатели, например. Во вторник они посмотрят мультфильм или сказку по этого автора. Где-то у них будет дискуссия или проект, где-то у них эксперимент. То есть как результат. Мы используем как раз метод наглядного моделирования. И в помощь каждому ребенку, так как уголки заготовленного ребенка, он использует детский органайзер. Что такое детский органайзер? Это такая коробочка. Ребенок ее изготавливает дома. Они все разные, эти коробочки. Вы их увидите в видеоряде, в видеофильме. В нем есть карманы. Выбор центра, то есть куда ребенок пришел. Он сам для себя определяет, в каком центре он хочет поработать. Он выбирает. И в центре располагаются как раз иллюстрации. И он выбирает, чем он здесь будет заниматься. Что хочет сделать в этом центре. Что будет планировать сделать с выполненной работой. Если работу сделать, с кем хочет выполнить это задание. Может быть ему кто-то помогал. И последнее – это рефлексия. Он оценивает сам себя. А в конце дня они оценивают и говорят. Сегодня мне удалось вот это, вот это. Или не удалось. Или хочу сказать спасибо. Вот с Ваней мы сегодня построили и сделали. Хранятся они в раздевальной комнате. Любой родитель, придя, может увидеть, чем занимался ребенок. Спросить, что ты сегодня чем занимался. Что тебе сегодня понравилось. Но более подробно я отвечу по детскому органайзеру после видеофильма. Вот они в уголках, да, и доска выбора. Что лежит? А, в основе еще детского органайзера лежит, значит, конструирование образовательной ситуации. То есть ребенок что делает? Замысел. Далее реализация и рефлексия. То есть критериями здесь самостоятельности для нас является это умение ставить цель деятельности. Осуществлять элементарное планирование своей деятельности и реализация задуманного и получения результата. Хочу сказать, что наше планирование вот вообще меняется и меняется. Сейчас последнее новшество, которое мы привнесли, это воспитывающую ситуацию. Появилась федеральная образовательная программа, да, и мы включили еще туда воспитывающую ситуацию. Разработали в помощь для педагогов. В данный момент готовится авторское пособие, методические рекомендации к использованию дидактического пособия пока только в электронном виде. Но так как вот, я говорю, мы сейчас снова вносим изменения, пока еще не издали. Хочу сказать, что данная работа была проведена коллективом в рамках окружной пилотной площадки. Детский органайзер, мы начали работу в 2020 году, то есть она прошла апробацию. В 2021-2022 году мы стали окружной пилотной площадкой по реализации в ГосДО с темой про soft skills, умение общаться. Это как раз мы отрабатывали, апробировали дискуссионный клуб. Методы активные, где использовали методы символического видения, клип-карты, ментальные карты для фиксации идей. Хочу сказать, что с дискуссионным клубом, конечно, были свои сложности, так как сейчас детям трудно свои мысли озвучивать. Речи у нас сейчас под пристальным вниманием, скажем так, всех. Поэтому здесь есть еще над чем работать. Работа продолжается. Также хочу вам сказать, что мы понимаем, что как центр социализации дошкольников без игры, так как она ведущая деятельность для детей, невозможно. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимы современные коллективные игры, в которые бы ребенок мог играть один, в паре, небольшой под группой. Где именно в игре они будут учиться, договариваться, делиться, дружить, получать социальные навыки. И в 2022 году мы стали региональной опорной площадкой по реализации основных направлений воспитательной работы в системе дошкольного образования. Посредством использования комплекса авторских развивающих игр. Именно в основу мы заложили сопереживание, коммуникабельность, ответственность, умение соблюдать правила и сотрудничество. И таким образом у нас появился комплекс авторских игр, который мы назвали «Купок». Вот такое интересное название. Расшифровываю – это коммуникативный, универсальный, подвижный образовательный комплекс. В основе данного комплекса лежит, конечно, развитие социальных отношений детей. Мы использовали здесь современные технологии обучения детей в движении, тимбилдинг, команда образования, тайминг, выполнение заданий за определенный установленный промежуток времени, игровые технологии интенсивного развития интеллекта и технологии речевого развития дошкольников. Уникальность его в том, что игры сейчас около 12 игр, и возраст игроков от 3 до 7 лет, есть возможность усложнения и вариативности. Все разработанные игры с учетом подходов, как я сказала, можно двигаться. В каждой игре есть три уровня сложности и количество игроков от одного до целой группы. Ну вот вам такой кусочек уровня игровой деятельности под игру, да, стартовый, базовый, углубленный, как можно поиграть вот в игру. Конечно, в играх есть правила, и опять же правила, которые направлены на социальное развитие ребенка, да, не мешать другим. Если нужна помощь, попроси, не перебивай, важно мнение каждого. Одна из первых игр у нас была карандаши, дети очень хорошо его освоили. Далее мы весной этого года в рамках, опять же, опорной площадки демонстрировали шустрые дорожки педагогам города Тольятти, очень вызвало интерес у них. Также мы продемонстрировали одну из последних игр, это «Лидзинаток», возможность, как играть с детьми. Она, кстати, эта игра живет у нас в кампусе библиотека, но она переносная, дети могут вместе с педагогом принести ее и в группу. Также в Самаре мы демонстрировали нашу игру «Паркстрой», тоже достаточно интересная игра, вызвала живой интерес у наших коллег. Таким образом, хочу сказать, что созданный системно-деятельностный такой подход к самостоятельности инициативности позволил использовать по максимуму территорию детского сада. Мы вышли из, дети вышли из групп во все помещения, и то тематическое, да, планирование, которое есть, они могут осуществлять его и в образовательных кампусах. Ну, а инновационный опыт, он нашел отражение в демонстрации этого опыта на различном уровне, но хочу сказать, что вообще инновационная деятельность, она благодатная. Это, во-первых, обучающая платформа для педагогов, это всегда будет развитие. И инновационная деятельность, она всегда стимулирует коллектив к обновлению, содержанию работы, применению новых методик и технологий. И позволяет взаимообогатить дошкольные учреждения с другими образовательными организациями. Ну, сейчас я хочу вам предложить видеоролик, а потом мы вернемся, и, в принципе, времени много нам позволяет, я смогу ответить на ваши вопросы. Меня зовут Даша. Я уже большая и скоро пойду в школу. Много я делаю очень хорошо. Мне не нужна помощь взрослого. Моя мама говорит, что я молодец и скоро стану совсем самостоятельной. А что думают мои друзья? Что значит быть самостоятельной? Когда ты знаешь, чего ты хочешь сделать, и чему научиться. Умеешь выбирать нужное. Если мы сможем договориться с другими, мы сможем сделать одно дело. Рассказать маме, папе, друзьям, что у тебя получилось. Главное, ты делал это сам. Я молодец, похвалить тебя. Стать самостоятельной мне помогает органайзер. Он есть у каждого в нашей группе. Это небольшая коробочка с печью кармашками. Мы ее заполняем специальными карточками каждый день. Это помогает ничего не упустить и выполнить задуманное. А это мой органайзер. Я его украсила и написала свое имя. Каждый понедельник мы все вместе собираемся и обсуждаем, что планировать на неделю. Выбранные карточки мы размещаем на панно выбора по дням недели. Сейчас у нас интересная тема. Планета – наш дом. Мы решили, что в понедельник откроется творческая мастерская. Во вторник ответим на проблемный вопрос. Нужно ли беречь воду? В среду проведем опыты по очистке воды. В четверг откроем акцию по защите ресурсов. Сохраним капельку. В пятницу проведем презентацию книги «Защитники голубой планеты». Мои друзья уже выбрали, чем сегодня хотят заняться. Не буду от них отставать. И тоже поспешу. Первую карточку в инженерном уголке вставляю в первую опушку. Ура, у нас теперь пятница. Вставляем карточку второго окошка. В центре было очень много конструктора, и мы выбрали полидрон. Вставляем его в третье окошко. Вам, наверное, интересно, что мы будем делать с постройкой завода? Мы будем играть в игру «Спасатели голубой планеты». Вставляем карточку в четвертое окошко. Ну вот, мы помощник делом заполнен. Теперь я ничего не забуду. Можно приступать к работе. В конце дня мы собираемся в круг подвести итог, все ли у нас получилось или нет. Не так хотелось принять участие в постройке завода. Мы выбрали большой конструктор. Решили, какого размера будет здание. Где вход, окна, сколько комнат. У нас все получилось. Я старалась, я молодец. Завтра мы сможем разместить в одном из помещений лабораторию и продолжить игру. Поставлю органайзер на полочку в раздевалке. Когда придет мама, она обязательно посмотрит, что я сегодня выбрал и получилось ли это у меня. Конечно, иногда ничего не получается с первого раза. И мне приходят на помощь воспитатели и другие ребята. Мы идем в игротеку, чтобы собрать робота-помощника для лаборатории. А органайзер – мой помощник. Он помогает мне выполнить задуманное. Уважаемые коллеги, я искренне хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний наш профессиональный разговор позволил вам определить для себя точку роста в ваших коллективах по развитию самостоятельности и инициативности. Я вам искренне этого желаю. У нас сейчас готовы ответить на вопросы. Ну, вопросов, я так смотрю, совсем нету, да? Так, и чат. И чат тоже. А, чат. Ну, это... Так, сейчас вот вопросы. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно оценить уровень самостоятельности и инициативности у дошкольника? Ну, во-первых, мы сейчас знаем, что это прежде всего наблюдение, да? Никаких критериев мы не применяем. Но для показателей, для педагога, во-первых, когда ребенок проговаривает и не доделывает до конца в рамках своего органайзера. Или, например, придя в уголок, он предлагает даже свои какие-то игры. А давайте, Наталья Владимировна, я вот предлагаю вот так. То есть это только за счет наблюдения. И, конечно, мы видим, как дети меняются. Сначала было сложно. Органайзер вводился со старшей группы постепенно, дозировано. А в подготовительной группе действительно они уже с ним сдружились, скажем так. И очень важно, когда родитель видит изменения, когда он забирает ребенка, а ребенок ему рассказывает о том, что «Мам, мне завтра надо вернуться в детский сад, я завтра дома не буду сидеть, да? То есть я хочу в детский сад, потому что я там что-то не доделала или не сделала». Это как раз и есть та задача, которую ребенок поставил, и довести ее до конца. Можно в подобных случаях попробовать выйти и зайти заново. Сейчас не надо. Уважаемые педагоги. Спасибо большое за Таисия Нечаева. Пишет, уважаемые педагоги, большое спасибо за ваш труд. Спасибо, что вы сегодня были с нами, что вам интересна эта тема. Я говорю, эта тема настолько благодатная, что здесь есть куда развиваться. И я думаю, что вы наработаете свои какие-то инновационные приемы и методы работы с детьми. С какого возраста ведется работа? Я вот, как сказала, со старшей группы. Но доска выбора есть у детей уже со средней группы, но она более упрощенная, попроще. Не такая сложная, как у старшей группы и подготовительной группы. Как можно стимулировать инициативность у детей в различных видах деятельности? Игровой, следовательская. А вот как раз вот это планирование, которое полностью дает возможность выбора, где ребенок в уголок не как раньше, да, пришел ребенок в уголок, а там один эксперимент и все, и больше ничего нет, то в уголке как раз есть вот это разнообразие. И он может выбрать то, что ему интересно. И рядом его соседка может выбрать совсем другую игру или задание. Но еще, знаете, мы с чем столкнулись, когда работали, что вот здесь есть опасность. Например, вот этот детский органайзер, он еще диагностичен. То есть ребенок, когда идет в одни и те же уголки, например. То есть для нас тоже есть такая почва для размышлений, почему именно в этот уголок. И он может там, например, неделю быть, находиться. И здесь уже педагог отслеживает это, подключается. И нужно необходимо простимулировать так, чтобы ребенку было интересно и в других зонах, скажем так, с друзьями поиграть. Добрый день. Спасибо большое за ваш труд, за вашу отдачу. Спасибо вам большое. При такой... Так, вот пишет Валентина Бородина. При такой большой проведенной работе диагностику тоже можно сделать не только простым наблюдением. У вас это получится. Удачи. Но, возможно, это будет следующим шагом нашего роста. Да, спасибо большое. Так. Как вовлечь родителей в процесс развития самостоятельности и инициативности? Ну, родители вообще наши помощники во всем. И они включаются в все, что происходит в детском саду. Все холлы детского сада, вот помимо азбуки, у нас еще есть холл и выставка, да, они отслеживают, участвуют, сами с удовольствием приходят. У нас есть музыкально-литературные гостиные, где, например, посвящено, например, музыкальным инструментам, и родители, чья профессия связана или любят, они с удовольствием выступают. У нас часто родители являются участниками конкурсов, ставят семейные сказки, инсценировки. То есть родители наши помощники. Но хочу сказать, что когда начинала работу как руководитель, конечно, этого ничего не было. Было очень сложно. Была установка, что мы привели вам ребенка, будьте добры, поработайте с ним. Я его заберу, я вам плачу. Было такое. Но ежегодно родительские собрания проводятся, начиная вот с новеньких наших совсем маленьких детей. То есть это такая планомерная работа, системная, и тесная работа с советом родителей. Они наши помощники во всех наших начинаниях. Поэтому когда встает вопрос куда-то съездить, выступить, поучаствовать, у нас отказов нет. Родители с удовольствием договариваются, едут и вместе с ребенком радуются результату ребенка. Пожалуйста, вот еще у нас время, еще последнее сейчас отвечу. Пожалуйста, подскажите, сколько детей должно быть в группе, чтобы каждому ребенку было уделено достаточно внимания. Если вы зайдете в группу, где вот действительно дети работают в системе, педагог работает, то в группах сейчас там 23-24 ребенка, но было время там 27 детей. Сейчас вот так. Каждому ребенку находится время, возможность и пообщаться, и уделить внимание. Вот когда в эту группу заходишь, дети рассредоточены по уголкам. Каждый занят своим видом деятельности. Они знают, что педагог рядом, можно обратиться за помощью. Педагог при их, если они даже иногда и не просят помощи, а видно, что они застопорились, педагог просит разрешения. Миша, Ваня, я могу вам помочь? То есть так уважительно к детям. И дети отвечают, и вместе они уже работают, скажем так. Поэтому здесь постоянное творчество идет. Я говорю, что когда мы внедряли, было сильное сопротивление. Но когда педагог понял, что создав такие условия предметно-развающей среды, дети будут при деле, детям будет интересно, дети будут включены. И работа в радость получается. Некогда, скажем так, там каким-то ненужными вещами заниматься. Дети всегда при деле. И когда заходишь в такую группу, ребят, что у вас сегодня нового? Они с удовольствием делятся, рассказывают, ведут, показывают. А мы вот сегодня это сделаем. Вы еще придите к нам, на следующей неделе мы там доделаем. Хочу сказать, что это планирование, конечно, оно, понятно, распределено по неделям. Но мы видим, если ребенку очень интересно, то мы не прекращаем резко тему и не убираем все со стен. Да, начинается следующая неделя новая, но дети еще доигрывают в игры, которые были в предыдущей неделе. То есть резко ничего не меняется. То есть постепенно все уходит. Как только отыграли, то тогда и уходит. Поэтому все это в системе работает. Спасибо вам большое, что сегодня вы были с нами. Я надеюсь, что было интересно. Огромное количество вопросов. Я сегодня, конечно, не смогу на все ответить. Но вот вам сейчас дадут информацию, куда вы можете, где мне их передадут ваши вопросы, и я смогу на них ответить более развернуто, потому что время уже заканчивается.